Дорогие братья и сестры, салам алейкум, доброе утро, мы снова в мечети на утреннем намазе с нашим дорогим Асхат Хазратом. После небольшого перерыва, связанного с тем, что Асхат Хазрат у нас посещал святые места, он был в Умри, и мы сейчас вновь обращаемся к нашему дорогому Устазу, нашему дорогому Хазрату с просьбой сделать нам наставление и в этот раз рассказать о своих ощущениях, о своем состоянии после Умри, и почему вообще мы должны тянуться в Мекку, и за что мы ее должны любить, кроме того, что есть приказ Всевышнего Аллаха посещать эти места. Бусьмиллrain рахмат, храму, саляту, вассаляму алейн, мухаммаду алейн, и вассахмид, мухаммаду алейкум, вамхакалу алейкум, уважаемые шейх Руслан, уважаемые братья и сестры, калахи, калахи, мухаммаду алейкум, По-минусу Аллаха, когда мы посещаем святые места Мекка и Медина, то есть те места, где родился наш пророк Мухаммад, если взять Мекку, если смотрим на Медину, пророк Мухаммад, это тот город, который принял нашего посланника Аллаха, после этого переселился в раб саллаху Медину и был захоронен в Медине в комнате Аиша и посланник Аллаха сам когда покидал Мекку, он посмотрел на Мекку и сказал что поистине ты самая любимая местность перед Всевышним Аллахом даже после того как он переселился в Медину он скучал по Мекке, скучал по своему дому, скучал по местности где он жил и до того как Аллах приказал направить лико мусульман в сторону Мекки, в сторону Иерусалима но однако он всегда смотрел глазами на Мекку, хотел чтобы была его и Аллах Субхану Атеа'ля сказал мы знаем Мухаммад как ты смотришь в небеса, он смотрел в небеса и представлял Мекку как ты скучаешь по ней по Каабе, мы говорим направи твоего лико туда куда ты желаешь и направи свою лико в сторону Мечателя и как Сахабы говорят Аллаху Алейхим, то есть некоторые думают то что мы поклоняемся черным камнем, мы поклоняемся к Каабе, тогда как мы не поклоняемся к Каабе, я поклоняюсь к Господу Каабе и тогда Умар поцеловал черный камень и сказал если бы я не видел если бы я не видел что Бог Мухаммад тебя поцеловал, я бы тебя тоже не поцеловал, то есть он повторил то что сделал посланник Аллаху Алейхима Салям и дуа которую сделал Ибрахим Алейхи Салям, дабы сердца верующих скучали по этой местности как сказал он сделал дуа, попросил Ибрахим Алейхи Салям сделать так чтобы сердца верующих тянулись к этой местности, скучали по этой местности поэтому это не только связано с Печением Меккой, а со всеми поклонениями то есть бывает человек читает намаз, чтобы побыстрее закончить, потому что это фарт, то есть он выполняет как обязанно а есть те которые молятся к Аллаху, те кто молятся, чтобы его приблизиться, любовь к Аллаху человек ставит денег чтобы проснули на нашу молитву, некоторые люди просыпаются боясь наказания Аллаха чтобы одеться от наказания Всевышнего Аллаха, защитить себя от ада тем самым действием некоторые просыпаются для того чтобы хотят стремятся попасть в рай, ахамдуля, это и это востребовано но высшая категория людей это те кто просыпаются и скучают по Аллаху То есть, включая свои лбы, своими лбами, сделать земной поклон для Всевышнего Аллаха. Поистине, лоб – это самое такое почетное место человека, и никто не может его опустить перед кем-то помимо Всевышнего. Но если мы сделаем это перед Всевышним Аллахом, то это самый приближенный момент человека перед Всевышним, как сказал Всевышний Аллах. Сделай земной поклон и приближайся ко мне. Вы два аспекта затронули. Первое – это то, что мы должны делать так, как предписано Всевышним, и делать так, как это делал пророк Рахмаду Горома, благословение. Но это всего лишь повторение, всего лишь следование, всего лишь подчинение приказу. А второй аспект – это когда мы сердцем тянемся, сердцем любим мы, не можем без соприкосновения с сердцем жить без Мекки, без Каабы. И я здесь хотел бы привести мнение психологов, которые утверждают, что для того, чтобы стать похожим на кого-то, нужно начать ему подражать. Это первый уровень. Просто подражать психологический аспект очень важен, когда дети подражают родителям, когда мусульмане подражают героям и, самое главное, пророкам. Делай, как они, и станешь, как они. Но это чисто физический акт, но духовное наполнение. Когда мы несем это в сердце, когда мы любим, для того, чтобы полюбить, мы должны увидеть все это величие и великолепие. Помните фильм 1976 года с Энтони Куином «Мухаммад посланник Бога»? Слава Ассалам. Потрясающий фильм, который снял Мустафа Акады, орданский режиссер. Там есть такой эпизод, я думаю, что он недалек от истины. Вас тоже хотел бы спросить, Хазрат. Когда Абу Суфьян со своей женой Хинт стоит у стен Мекки и смотрит на лагерь мусульман? Десять тысяч мусульман жгут костры, чтобы наутро войти в Мекку. Что сказала Хинт и что сказала Абу Суфьян в этом фильме? Хинт сказала, я боюсь, что город уже потерян. Абу Суфьян сказал, когда они уходили из Мекки? Когда они уходили из Мекки? Десять лет назад. Я не знал, что они забрали Мекку с собой. Они забрали Мекку с собой в своих сердцах и пронесли ее через тяжелейшие испытания. И сердца были обращены все эти десять лет к Мекке для того, чтобы вернуться к ней и припасть своими сердцами обратно к этому городу, который не просто был предписан Всевышним, как Кыбла. Не просто пророк Мухаммад, мир ему благословение, любил как город своего детства. А любил именно за то, что здесь сердца впитывают в себя самую суть и самую большую величие просто и трепет перед Всевышним во время поклонения. Дорогой Хазрам, я правильно ощущаю то, что должны ощущать мусульмане, то, к чему мы должны стремиться. И если у мусульман этого в сердце нет, то он должен спрашивать со своего сердца, почему мое сердце не раскрывается навстречу Дому Всевышнего. Безусловно, даже когда, каждый раз, когда посещаешь меня, когда буду в Перим, посещаешь. И, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алисамкулли, мина адама хатта, мухару хатта, юна тавауам, все дети, адамы, все ошибаются, совершают какие-то грехи. И когда смотришь на Каабу, делаешь дуа, вместо мультазем, который между черным камерами и дверей, прошу Аллаха, субхану, прощения, будет тебе стыдно за свою жизнь. Прошу Аллах, субхану, покаяние. Возвращаешься сюда, там, будучи там, не думаешь ни о семье, ни о тех, ни о работе, ни о чем. Как будто перед Господом в субхану. Возвращаешься и хочешь, الحмдур, стать лучше, чем тем, чем ты был. Приблизимся к Аллаху, субхану алисалам. И вот эта баракат, эта Кааба, о которой сказали, что Аллах, субхану алисалам в Коране, поистине, первый храм, который был построен для верующих, тот, который находится в долине Бекка, Мекке, Мударак, в нем есть благодать. То есть нафиалех, именно польза для того, кто посещает эту местность и смотрит, Когда ты сможешь накану твое сердце, чувствуешь сердце, трепет, ты дрожишь от величия. И тем самым, какое великое создание Аллаха, через это ты понимаешь, какой же великий создатель. Да Аллах Всевышний каждому из нас приблизится, посетить Мекку хотя бы один раз в жизни. Но кроме этого, чтобы наши сердца тянулись к этому дому Всевышнему Аллаху, что в течение каждого года есть возможность, нет возможности, чтобы мы жили привязанностью, иншалла, к дому Всевышнего Аллаха. И Аллах Всевышний воздавал бы нам хотя бы за наше намерение, за наше стремление, за нашу любовь к этим священным местам. До скорых встреч, дорогие братья и сестры. Дорогых возврат, маршалла, до скорых встреч. Саламу аликару.